Ну, мы сразу знали, что если играем против фаворита, то надо показать самые свои лучшие качества и не отдельных игроков, потому что все-таки у нас явного лидера пока, ну, за исключением, может быть, Мухаммеда Альцдадии нету. И мы решили, как говорится, бороться командой. Пока очень много индивидуального брака. Поэтому, конечно, то, что мы завязали борьбу в первом сети, и первый сет пришлось дважды заканчивать, благодаря непонятным судейским решениям, но это бывает. То, что касается процентов, ну, явное преимущество соперника на подачу. Первое условие, которое я ставил перед командой, чтобы бороться на равных с «Зенитом», надо выдержать прием. Ну, может быть, это болезненно напоминать то, что получилось у «Динамо». Они выдержали прием, и поэтому боролись на равных с «Санкт-Петербургом». Ну, здесь получается, что 12 эйсов – это многовато. Одна цифра меня радует, потому что мы уже третий матч выиграем у соперника на блоке. То есть здесь хорошие показатели. Ну, и что значит лидер в команде – это показал Егор Клюка. Ясно, что он решает очень часто результат. И видно, что он владеет собой, нервы у него в порядке. Ну, а наши ошибки на подаче – это, конечно, особенно на планере, меня немножко удивляет. И вот это настораживает. У кого не пошла игра, я не хочу его отмечать, потому что со скамейки вышли запасные. Тоже постарались внести свою лепту в такую игру. Игра была вязкая. Ну, к сожалению, проигрыш с лидером, опять же, 2-3. Немножко успокаивает то, что маленькая как бы очечка в копилку, в турнирной таблице. Может быть, в конце оно когда-нибудь пригодится. Но пока у нас еще много работы. Соперник показал действительно характер. И уровень мастерства тоже немножко выше. Поэтому они заслуженно победили. Мы их поздравляем. Особенно тренера. Сема Ствара. Естественно, да. Но мы с ним об этом говорили, почему на тренировке он более стабильно подает. И когда решающий момент, и какой-то психологический момент такой срабатывает в нем. Ну, должен быть чуть-чуть поувереннее. Вокруг пасущего, конечно, строится вся игра. То, что у нас на планере, скажем так, мы не зарабатываем много очков. Поэтому задача была просто продержать подачу. К сожалению, на планирующей подаче было много ошибок. И это не позволяет чуть спокойнее рисковать уже тем, кто силовую подачу подает. Поэтому, конечно, у Димы есть еще потенциал, еще есть над чем работать. Но в первую очередь, это связка. Он должен вести игру. С этой точки зрения я к нему претензий не имею. После антирекорда турнира прошлого сезона, какие задачи в этом сезоне стоят? Именно турнир? Ну, я уже когда в июле начал работать с командой, мы договорились с ребятами, что это 14 место, это просто недоразумение. Там целый букет проблем был в команде. Поэтому оставим это историей и, как еще раз повторяю, как несчастный случай. А подниматься с 14, опускаться некуда. Подниматься только можно с 14. Поэтому мы, конечно, довольно амбициозные. И то, что история клуба заставляет нас все-таки бороться за более высокие места, это все знают и все понимают. То, что мы создали хороший коллектив, вот теперь надо все это показать на площадке. А 14 место никому не нравится, понятное дело. Спаслись только из-за того, что было такое правило, что не выпадает команда. Если вернуться к сегодняшней игре, Игорь Филиппов сказал, что корочная партия, в принципе, лотерея. Вы сами что можете сказать про решающий сет? Почему он так сказал? Ну, это уже избитая фраза, что лотерея пятый сет. Конечно, все равно срабатывает мастерство команды, психологическая устойчивость. То, что показал «Зенит» сегодня. У нас были шансы, но мы начали опять же с двух ошибок на подаче. И так покатились, покатились. То, что мы, еще раз говорю, выиграем на блоке, уже третью игру подряд. Вот это действительно хороший результат, что позволяет нам бороться на равных с явными фаворитами.